Вместе с ней в прорубь. И снова здравствуйте. Мы продолжаем прямые эфиры на Укрл.ФТВ. И у нас в студии Олег Соскин, профессор Национальной Академии Управления. Олег Игоревич, здравствуйте. Начинаем, наконец-то, с хорошей новости. Гривна укрепляется каждый день все лучше и лучше по отношению к доллару. Я так понимаю, что это какие-то хорошие все-таки новости экономические. Наверное, экономика все-таки растет, Олег Игоревич. Ну что вот, ну что. Ну как она растет? Она не растет, но... Нет, ну Национальный Банк сказал, что в 2017 году она выросла, якобы, говорит. Ну то есть в четвертом квартале вроде как замедлилась, но в целом можно предположить, что за год вроде как выросла. Это, ну если реально смотреть на ситуацию, ну, во-первых, хорошо, что произошла стабилизация гривни. Это хорошо, потому что Национальный Банк осуществил ряд мероприятий. Они, конечно, очень такие как бы жесткие, они популярные были, но в целом это было правильно сделано, то есть подняли учетную ставку Национального Банка. В результате, конечно, стало невозможно, как я думаю, делать вот эти спекуляции, когда практически... То есть есть еще одна такая... Я считаю, это очень плохой процесс и тенденция. Национальный Банк каждый день почти выдает так называемое рефинансирование, рекредитование банком. Ну, основная часть, это так называемые, идут кредиты овернайт, то есть чтобы избежать, я думаю, разрыва в этих там денежных потоках разных коммерческих банков, но, с другой стороны, это плохо, потому что фактически система банковская держится в значительной степени за счет вот этих так называемых короткосрочных кредитов Национального Банка. То есть государственных вливаниях, если так, или это неправильно так назвать? Это вливание, именно... То есть Национальный Банк выполняет, я считаю, нехарактерную для Национальных Банков функцию. Потому что он этого делать не должен. Почему не должен? Потому что эти деньги, банки коммерческие, должны находить на рынке кредитном эти деньги. А их они или не находят, или что-то происходит другое. Может, условия просто лучше, когда у нас банк ты берешь? Нет? Это проще, это более примитивно. То есть это фактически элементы государственного социализма. Потому что у нас же, по сути, две трети сегодня банковской системы государственная. То есть у нас нет рыночной экономики. У нас государственные банки. Приватбанк государственный, Укргасбанк государственный, Укрексимбанк государственный, Ащатбанк государственный. Это сколько, 50 с чем-то процентов? Я думаю, до 60. До 60 процентов. То есть это очень много. Поэтому, а почему? А раз это государственные банки, то, соответственно, они навязывают, То есть, практически они навязывают государственную экономическую политику. То есть, у нас получается социалистическое правительство во главе с Гройсманом. Это государственное... Они формируют в Украине модель государственного военного социализма. У нас же все запрещено. Постоянно. И создаются все время карательные органы. Карательно-полицейские органы. Сейчас еще один из прокуроров говорит, что надо создать Национальное бюро военной юстиции. Когда они говорят такие месседжи, не хочется плохие слова про них говорить. Но, в принципе, хотелось бы сказать, что вы болваны, подумайте, а где деньги взять? Деньги ж надо где-то взять на ваше Национальное агентство, на Министерство внутренних дел, на Национальную полицию, на борьбу, на Национальное агентство по предотвращению коррупции, на САП, на СБУ, на прокуратуру, на судей, на президентскую администрацию. На всех этих, это же все паразиты. Они все питаются нашей кровью. Надо же где-то брать деньги. Они говорят, нет, мало. Вот поэтому мне так это смешно слушать, когда говорят, надо создать антикоррупционный суд. Ну, придурки. Ну, кому он нужен? Я еще раз говорю, возьмите, откройте, в каких странах есть антикоррупционные суды. Ну, в Нигерии там есть, типа там, в Афганистане, кажется, есть. Наконец-то, Олег Игоревич, вы цитируете Петра Алексеевича Порошенко, нашего президента. Впервые слышу, как вы его цитируете. Да может, он меня цитирует, потому что я про это уже давно говорил. Может, вы ему доложили, прочитал, может, говорит, пить, курить и говорить. Он начал одновременно, говорит, почитаю и на веранду иду. Помнишь, как Чапаева говорил, Василий Иванович? То есть, что получается? Что создаются все время паразитические органы. И, а куда бедному крестьянину податься? Белые пришли, грабят, красные пришли, грабят, говорит. Вот, что делать? То есть, куда предприятие, бизнес создать? Как его ты создашь? Как только кто-то что-то сделал? Мне один товарищ мой говорит, что они с другом решили маленький такой сделать. Как бы небольшой такой, ну даже не готельчик, а так для отдыха. Там на берегу озера. Так к ним прибежала сразу одна свора каких-то борцов за экологическую. Там рядом они мусор убрали, все. Никаких экологов не было. Потом сразу экологическая инспекция прибежала. Потом налоговики прибежали. Потом архитекторы прибежали. Говорят, не так фундамент сделан, не то это самое. Всем не согласовали, с этим не, этому не дали. Говорят, этому дала, этому дала, а этому не дала. Понимаешь? Печь не топил, дров не настил. Да, и оргазма не было. Поэтому получается такая какая-то фантасмагория. То есть, что получается? Что все больше сферы нашей жизни, а государственные. И каждый государственный чиновник, он хочет, как только он залез на этот маленький стульчик, да, он сразу начинает себя этими бюрократическими атрибутами ограживать. Моментально. Телефоны, стол, секретарша, охрана, рамка. Я помню, когда я был советником у Кучмы, а Литвин тогда, к сожалению, когда мы Кучму второй раз сделали президентом, сдуру, надо было, я же говорил, под лед его бросить. А мы его сделали тогда второй раз президентом. С этого все и началось. Это, конечно, плохая была затея. Так, Литвина сделали тогда вместо Белоблодского головой администрации. Так, что этот маразматик сразу сделал? Он себе поставил охрану возле кабинета, рамку и охранника. То есть, он психически, у него какая-то, так называется, так называемая фобия. Понимаешь? То есть, человек всего боится. Вот Порошенко он тоже. Вот видишь, на столетие крут не пришел. Говорят, там такой у них колобок бегает по соцполитике. Он все, пенсионеры тащают, уже некуда ремни затягивать. А он все толстеет. Ему надо, видно, ему уже у него кресло такое где-то на три сделано человека. Такой маленький, молодой, но такой уже толстенький. Так, скоро ножкой так его толкнут, он раз и покатится. Говорит, не приехал, говорит Петр Алексеевич, но поручил сказать, что он не долетел. Были плохие погодные условия. А у те, которые под Крутами сто лет назад погибли, у них какие были погодные условия, Люда? А те, которые сегодня на фронте, там на восточном, постоянно гибнут. А Порошенко, что он типа у нас же этот, как он называется, главнокомандующий, да? А что ставки там нету твоей, слышишь, главнокомандующий? Что ты сидишь, куда поехал? На Мальдивы поехал, на Бал, Вену поехал. Еще не поехал. Страна в огне, да? На Кипр поехал. А что это, кстати, за территорией? Мальдивы, это офшор. Ну, одни говорят, офшор, МВФ его не признает офшором, это еще лучше, понимаешь? Одни признают офшором, другие говорят, он говорит, почетным офшор, а по нечетным не офшор. Это вообще классная мулечка такая, да? А Кипр вообще шикарный офшор. А в Австрию он что поехал, с Фиртышем встречаться? На Бал. Вот я хочу все-таки напомнить нашим зрителям, что посол Украины в Австрии. А как фамилия? Я, извините, не могу сейчас сразу вспомнить. Но они быстро меняются. Нет, ну вот он сказал, что... Раз ты его не запомнил, значит сменится. Поездка в Австрию это серьезная работа, это встречи, это один из дипломатических способов ведения переговоров. Вот как-то так. Сто процентов. Смотри, это же Бал, а не с переодеванием или без? Если с переодеванием... Ну, наверное, в переодевание, в смокинг все-таки, Олег. Да какой смокинг? Например, ну Порошенко, вот он в кого может переодеться? Так, Олег Игоревич, давайте пока в смокингу пограничимся. Вот он, например, ну в Дракулу. Нет. Слышь, Порошенко, Дракула заходит. Ну это же не костюмированный Бал. А почему? Вот это не знаю. Они начнут, они могут начать с того, что сделают секцию костюмированную. Сначала костюмированную, а потом не костюмированную. Сначала одеваются, потом раздеваются. Как помнишь, Мастер и Маргарита. Там, кстати, тоже был бал. Там черти все были, когда танцевали с Маргаритой. Ну вот напали на бедный австрийский бал. Ну что такое, Олег? Эфир-то что же во фраке. И они с Порошенко встречаются. Встречались, когда Порошенко шел на президента. Встретятся сейчас, когда Порошенко уходит с президента. Да он вообще никуда не уходит. Куда? До выборов-то еще очень долго. Какие выборы? Какие выборы? Уже все. Так, Олег, не пугайте нас. Я думаю, что до встретения уже все закончится. А встретения это у нас как-то? Я что-то запомнила. В этот четверг, кажется. Так, подождите. А, нет, ну еще суббота, будет воскресенье, будет марш. Ну, встретения же как раз правильно встретятся и разойдутся. Ну, ладно, Олег Игорьевич, это вы так вас провоцируете. Я понимаю, да? Нет, почему? Все уже готово. Ну, оно же сложилось уже. Вот смотри, кто Порошенко любит? Я думаю, что... Ну, ты любишь? Есть. Я тоже нет. Нет, подождите. Есть определенная группа избирателей, украинцев, которые готовы голосовать за президента. Последние эти самые исследования 5%. Ну, это АРА, да? Ну, да. Республиканский институт. Ну, да, а что, мало что ли? Американцев. 5%. Все уже. То есть, уже надо сливать воду. Кстати, вот это же помнишь, я анекдот тогда рассказывал про Негар, который в пустыне воду хотел. Я там тогда не досказал, а там кто-то хороший комментарий мне дописал, Олег Игорьевич. Может, не надо, чтобы вы досказывали? Говорит, да, что там был нет, но это надо, чтобы классика должна быть правильной. То есть, тогда Шнегар заказал три желания. Говорит, хочу, чтобы был белым, говорит он, хотел, чтобы была вода все время вокруг него журчала, и чтобы женщины все время были вокруг него. Детали пропустим? Детали пропустим. Детали пропустим. Следующее, как я понимаю, то есть, если про наших баранов, про экономику, то есть, Национальный банк, увеличив эту ставку, он погасил спекуляции. То есть, погасив спекуляции, что происходило, коммерческие банки, ну, государственные, прежде всего, брали это рефинансирование, кредиты короткосрочные. Потом происходила закупка, я думаю, это были так называемые виртуальные контракты торговые. Вот, и они выходили на рынок, покупали валюту, брали валюту, и валюта рассасывалась и уходила. Таким образом, а гривня ж была, большая эмиссия произошла, потому что правительство все время имеет огромный дефицит государственного бюджета, а его надо чем-то покрывать, а роста же экономики никакого нету. Это там, в этих кабинетах у некоторых товарищей есть рост экономики, потому что им дают колоссальную зарплату, незаработанную. Мы же говорили, ведь те, кто на бюджете сидят, они же деньги не производят, они не создают дохода, они паразиты. Они, ведь для чего вообще создается госаппарат? Для одной цели. Он должен оказывать нам услуги. А он же нам услуг не оказывает. Еще какие, еще сколько, Олег Игоревич? Вот выйдите на улицу и одни услуги. Какие? Все. Вы же сами сказали, начали строить маленький отельчик, и все, услуги вокруг. Разве не так? Какой отельчик? Вы только что сказали, что ваш друг хотел построить отельчик. И сразу пришли люди, которые стали оказывать ему услуги. А, правильно, да. А я просто вспомнил, песня есть, называется «Низкая социальная ответственность». Путин выступает и говорит у нас, говорит, в России, в России, много, говорит, очень низкая у некоторой женской категории социальная ответственность. Они оказывают вот эти, говорит, сексуальные типа социальные услуги. Низкая социальная. Так ты говоришь, вот выйдешь на улицу, и сразу стоят те, которые услуги оказывают. Вот. Они тоже, как бы, эти бюрократы, они чем-то похожи на проституток. Но не все. Не, не все, конечно, не все. Что вы вот обидели просто? Конечно, не все. Есть валютные проститутки, бюрократы, а есть пришмандовки вокзальные, те, которые за три копейки продаются. Вот. За бутылку там шмурдяка. Ну, давайте эту тему, это же какая? Ну, это же важно. Понимаешь? Надо, люди должны осознать, что нельзя сидеть в очередях. Нас же везде унижают. Надо везде справки давать. Справку получить нельзя. Минюз себя теперь придумали, слышишь, что они, вот, придумали эти центры понадобия административных послуг. Да закрыть предприятие или сегодня даже общественную организацию, которая там 10 лет не работала, невозможно. Как Райкин говорил, говорит, пошел в эту парикмахерскую и не мог подстриться. Говорит, стригут ножницами, и они не снимают, вот, у меня уже нечего снимать, но все равно, такие, есть же люди, у которых есть еще волосы, да? А он говорит, а что это такое? Тогда, говорит, это ГОСТ такой был, когда ножницы сделали, поэтому ГОСТу они не стригут, говорит, понимаешь? А он говорит, так вы ГОСТ поменяйте. Он говорит, вы что, ГОСТ поменять? Да лучше, говорит, 5 лет будете не стриженным ходить, чем ГОСТ поменять. Так и у нас. У нас же ничего нельзя сделать. То есть сегодня простой человек, он практически не может не создать бизнес. Закрыть бизнес вообще невозможно. Общественную организацию закрыть невозможно. Политическую партию трансформировать невозможно. Потому что, видите ли, Минюст придумал, что вот в госреестре должно быть лидер партии, написан глава партии, юридический адрес. Да уже нету нигде вообще этого. Это не является уже ознакомой функционирования политической партии или другой общественной организации. Придурки вы, которые там сидите. То есть вы что делаете? Понимаете, фактически никто сегодня не может жить. Простые люди жить не могут. Поэтому что люди делают? Бегут за границу. Знаешь, сколько уже убежало с этой территории концлагеря? 10 миллионов. Не 5, а 10. То есть... Но 10 это как-то много. Да, конечно, многовато. Это за сколько лет? Да вот за последние 5 лет где-то 4 миллиона убежало. К 5 тем, что были. То есть, да, идет миграция в Россию, в эту матушку России уже не бегут. Туда беги, не беги. Сразу Путин отлавливает и туда в эти, в резервации Луганско-Донецкий анклав отправляет на пушечное мясо. Вот. Ты же в курсе, что там сейчас дали задание Захарченко создать так называемое черноморское казачество? Потому что якобы... Нет, я не в курсе. Медведеву денег не хватает. Ему уже вот это Луганское казачество уже почти денег не дает, поэтому создают Азовское, Черноморское казачество. Вот. И этого же задержали Макарчана, одного из учредителей Индустриального союза Донбасса. Представляешь, то есть был Гайдук. Ну, вчера все об этом писали. Гайдук. Ага, писали. А Таруту тогда тоже? Ну, а Тарута-то тут при чем? Как он тоже? Еще ж неизвестно, за что того задержали. Потому что все непросто. За Индустриальный союз Донбасса его задержали. Видно, что-то... Видно, не поделили. Видно, не хочет отдавать Алчевский металлургический комбинат. А, но Алчевск же на оккупированной территории. На оккупированной, да. Но там же на этой же территории, как Сахим, очень классный металлургический комбинат. И еще там ряд есть мощностей разных. То есть, и вот это очень символично. То есть, мы как бы видим, что как бы сегодня в стране очень плохие политэкономические и социальные условия. Они вообще плохие. То есть, с одной стороны, как бы происходит что? Происходит определенное замораживание, скажем так, хозяйственно-экономических, финансово-монетарно-банковских инструментов и механизмов. То есть, мы не идем к рынку, экономику, капитализму. Мы не идем к нормальному, производительному капитализму, да. Где каждый человек должен быть носителем частной трудовой собственности. А мы идем, наоборот, к мутанту, так называемому государственно-монополистическому смеси такой ростовщического и государственно-социалистических моделей. Ростовщического паразитического капитализма и государственно-военного социализма. Это страшный мутант. Можно в этот мутант, в эту модель вписать решение о продаже государственных предприятий. Вот в этом году же будут продаваться. Так а кому? Кому неизвестно. Я так понимаю, наверное, что на открытых аукционах. Ну, как-то же будет. Пока не знаю. Ну, раз не знаем, значит не будет. Потому что они же часть 13 миллиардов, правительство сказало, оно перенесло, что эти деньги они не получат от приватизации, а их надо занять. И вот сейчас опять наш этот мальчик, ученик этой Наташки Ересько, которая, если она сейчас в Пуэрто-Рико или уже оттуда тоже сбежала, он говорит, что без МВФ не выжить. То есть министр финансов говорит, без МВФ Украина не выживет. А я ему хочу сказать, слышишь, паренек, так напиши заявление и иди отсюда, где я раньше был, пока тебя Ересько сюда не привезла. Вали отсюда вам. А что, выживет Украина без помощи? Да, конечно, это не помощь, это кредиты. Вот сейчас отдали с процентами, вот 380 где-то, 400 с чем-то миллионов долларов. И там очень много, процентная составляющая большая. То есть мы все время этому МВФу деньги отдаем. А он уже нахальным образом нам диктует, что делать. Говорит, примите закон про антикоррупционный суд. Оно вам надо. Ну что этот закон изменит? Ничего не изменит. То есть я к чему говорю? Так, Олег Игоревич, зря вы не принимаете участие в переговорах с МВФ. Вы бы просто поставили в ступор таким вопросом. А оно вам надо? Я так, я перед тем, как Януковича убрать, я к ним ходил. Я им говорил тогда, что что вы его финансируете с этим Азаровым. Они все время Азарову, тогда Януковичу деньги давали. Я говорю, вы что, хотите, чтобы ваше представительство там что-то с ним стало? И они прекратили деньги давать. И как только они прекратили деньги давать, случилась революция. Запугали вы международные структуры. А сейчас тоже МВФ не даст денег? Почему это не даст? А потому что он сказал, что уже прекратили вот эту программу. Надо думать и работать над новой программой. А мы, кстати, согласились на повышение цен на газ и принятие антикоррупционного... Кто это мой? Я не соглашался. Я думаю, что вы тоже не соглашались. Люди тоже. Это типа... Украина? Не Украина. Президент. Президент Украины при встрече? Ну, Людочка, Порошенко не президент по Конституции. Он временный был президент. Вот если бы, я это говорил еще раз, если бы Януковича убили, если бы Янукович смертельно заболел в тот период, если бы он написал заяву по состоянию здоровья, что он не может исполнять, ну, в Конституции есть там четко прописано, вот, то тогда бы Порошенко стал бы президентом на полный срок. Но поскольку Янукович жив, не заболел и не написал заявление и не осужден до сих пор, вот, странно, правда, не осужден. Вроде преступник, а не осужден. Ну, пять лет уже бегает где-то, да, типа там по Ростову склоняется, слоняется. Так, тогда у нас получилось до 15-го года, там, как в Конституции прописано, должны были быть в марте выборы, если не ошибаюсь, два президента. Два. Два. Да, потом получилось, выборов не было в 15-м году. Но от того, что выборов не было, это не значит, что Порошенко легитимный президент. Ой, Олегович, вы так глубоко копаете, я прям даже не знаю. Поэтому выборы должны были быть. Поэтому Россия говорит, ну, Федеральная, это Кремль, что у вас незаконная высшая власть. И осуществлен был госпереворот. Мы же не требуем, чтобы отдали нам Януковича. Да, конечно, Януковича надо забрать. Я давно говорил, на Змейном острове надо для них построить, было там, хороший бункер. Азарова туда, этого самого Януковича и так далее, и так далее. Есть целый ряд таких субъектов, которые там могли бы хорошо отдыхать, на этом Змейном острове. И показывать, как они там живут. Чтобы всем остальным неповадно было рассказывать, как нам надо жить. Поэтому ситуация, смотри, Порошенко не выполнил ни одного своего обязательства. Поэтому он должен сейчас уйти в отставку. Тем более его списал Трамп. Трамп его списал. Все. Климкин должен был вообще немедленно написать заяву и сдать полномочия. Но почему его сдал Трамп? Вот почему? Потому что встречи не было. Трамп его нафиг послал. Он встретился со всеми там этими самыми африканскими представителями, с президентом Руандой, кажется, если я не ошибаюсь. Говорит, такая встреча произошла хорошая, всю жизнь сдал. Специально прилетел, говорит, туда из-за океана, чтобы встретиться с представителем Африки. А с Порошенко не встретился. А Климкин рассказывал, какая будет хорошая встреча. Точно как посол сейчас в Австрии рассказывает, как хорошо будет работать Порошенко на Венском Бале. Я думаю, ему туда уже надо ехать как частному лицу. Это самое правильное, что он делает. Смотри, что получается. То есть, Данилюк сказал, ребята, без денег МВФ мы не выдержим. Но он-то может и не выдержит. Может, надо других пригласить, которые выдержат. Без него страна выдержит. Ничего. Отряд не заметил потери бойца. Как это? На поле танки грохотали, шел последний бой. И молодого командира несли с пробитой головой. Это песня. Это песня, слушай. Это про эти. Как мне пишут. Что ж ты, гад, пишешь джавелинги. Надо джавелины писать. А мне нравятся джавелинги. Что в танк ударила болванка. В танк ударил джавелин. Не слышал песни. Такая песня хорошая. Вот это, я думаю, это про Путина. Олег Игоревич, нам же действительно надо МВФ отдавать несколько миллиардов. Нет, отдавать надо, к сожалению. А где-то мы их возьмем-то? Нет, можем как Исландия не отдать. Исландия сказала, что только бедный. И отказалась. Проявила народные вещи, приняла народную новую конституцию. Создала нормальное правительство. Сейчас, говорят, прекрасно живет. Кстати, приглашают мужчин с Украины. Там не хватает для женского населения. Кажется, даже 5000 евро в месяц дают. Чтобы наши ехали туда. И с исландскими девушками заключали браки. И создавали полноценные семьи. Олег Игоревич, скажите мне, пожалуйста, если Украина не отдаст деньги по своим внешним долгам, это что? Это дефолт или что-то будет? Дефолт. Это, к сожалению, дефолт. Дефолт это для нас опасность или нет? Для нас с вами нет. А для страны? Для страны тоже все нормально. Это для бюджетников. Бюджетники, ну, пенсионерам плохо будет. Ну, конечно. Для 13 миллионов пенсионеров, которые на пенсии многие живут, это тяжело будет. Прекратится выплата заработных плат бюджетникам. Почему? А денег нет в бюджете. А как? Мы же деньги не отдадим, они у нас останутся. Извините за такой модальный вопрос. Комитет создается по управлению страной. Если МВФу не отдадим денег, потому что Международный валютный фонд это международная организация, субъектами которой, членами которой являются страны. И, естественно, что это деньги не МВФ, как бюрократов каких-то, или частные деньги. Это деньги государства. И поэтому, поскольку Украина брала деньги государству, то тогда есть механизм, создается соответствующий орган, санации и так далее. И они начинают накладывать, типа там, ну не арест, а так прекращают все выплаты. И этот комитет начинает управлять финансовой сферой, банковской сферой, государственной, Украиной. А поскольку у нас основная часть банков государственных, то сразу будет вообще парализована вся банковская финансовая система. Плюс кабинет министров практически будет тоже парализован. Поэтому будет создана тогда модель принудительной санации, когда надо будет создан механизм по тому, как возвратить украинскому государству, ну народу, чтобы народ вернул взятые деньги. Деньги брали одни, а говорит, мы в очереди стояли, а те, что сзади нас, уже едят. То есть мы платим за то, что они нажрались. Понимаешь? Они жрут, а народ платит. Так вот сейчас приблизительно такая ситуация. Вот. Они сбегут, конечно, все. Они же все сбегжали. Все наделывал делов и убежал. Наделывал. Ереська наделывал делов и убежала. Этот наделывал министр здравоохранения, какой-то там политолог, и убежал. Две женщины наделали тут делов, типа разогнали действующую систему полиции, милиции. Им не нравилась милиция. И убежали. Нет денег, срубили, убежали, срубили, убежали. А расхлебываем все мы. Это ж мы все, все нации расхлебывают. Среднего ж класса нет. Поэтому народ бежит. А выбежать тоже нельзя, потому что паспорт даже биологический же получить нельзя. Кубев ленточку типа перерезал этот комсомолец гребаный, вот, львовский, друг Тегипко и еще там всяких ребят. Ну, а очередь как стояла, так и стоит. С абиометрическими пунктами. Конечно. Так ты поставь там раскладушку возле этих линий новой и живи там, пока очередь не рассосется. А раз она не рассосуется, значит, тебе надо валить отсюда. Пошел вон со своего поста. Не можешь решать вопросы, пошел вон. Петренко, некомпетентный. А Кличко, где метростанция золотые эти, львовская брама? Боксер же обещал, что ее уже откроют. Не открыли. А вообще, что-то он сделал, кроме сносом этих ларьков, которые потом заменяют на его ларьки в Киеве. Ничего не сделал. Ну, я вам хочу сказать, что рейтинг Кличко по замерам социологов 60% популярности в Киеве. Значит, что-то он делает? Да, конечно, делает. Только мы это не видим. На крещение пошел, в воду прыгнул. О, народ говорит, какой молодец. Вообще супер мужчина. Говорит, ай, какой мужчина, да. Говорит, вот это мужик в воду прыгнул. Так мы же его не выбирали для того, чтобы он в ополонке прыгал. Его же выбирал народ. Ну, я его вообще не выбирал. Его вообще выбирать нельзя было. Ты что, ударенный полностью на голову. Ну, Олег Игоревич. Да, ну, ты что, это же изуродовал Киев, уничтожил. То есть, он же просто некомпетентный. Он просто создает, ну, не он, а ему создают специальные пиар-акции. А биомасса бараны, знаешь, такая хорошая песня есть. Путин и бараны. Впереди Путин идет и ведет баранов. Не слышала? Так вот, у нас то же самое, есть украинские бараны. Там есть российские бараны, которых Путин ведет. А у нас Порошенко и этот, кличко баранов украинских ведет биомассу на бойню. И все радуются. Это, кстати, к сожалению, черта так называемых карнавальных обществ. Дорог нет. Работы нет. Везде надо, чтобы получить какую-то админуслугу, стоять в очереди. Гривню обесценивают. То есть, что такое обесценение национальной валюты? Вот почему, смотри. В Польше все стабильно. В Словакии все стабильно. В Чехии все стабильно. В Венгрии все стабильно. Почему? Даже в Грузии. А потому что там национальная валюта не девальвируется практически. В Польше сегодня 1 доллар 3.20. А 1 злотый, знаешь уже сколько гривен? 10 гривен. А был когда-то 2, потом 4, потом 5, потом 6, потом 7, 8, уже 10. Это если ты сдаешь гривню. А если ты хочешь купить злотый, тогда 1 злотый 14 гривен. Ты вдумайся, что творится. То есть, ребята, вот вам результат. А с рублем посмотри, что произошло по отношению гривни. В 2008 году, нет, в 2005, да, в 2008, было уже у нас, когда стал 8, стала 1 гривня 3 рубля. А сегодня уже 1 гривня 2 рубля. То есть, было когда-то 1 гривня 6 рублей, потом 5, 4, 3, а сегодня уже 1 гривня 2 рубля. И о чем это говорит? Это о том говорит, что мы стали беднее весь народ, что нас ограбили, что наши деньги стали плохими, что их обесценили. А все же растет. Пойдем посмотрим, сколько бензин стоит 95. Ну, пожалуйста, вот тебе Македония, литр бензина 95 стоит где-то 1 евро, там, ну, может, 15 центов. В Словакии 1 евро где-то 34 цента. При среднем уровне зарплаты? Минимальная где-то до 500 евро, а средняя до 900 евро. Да, но цены ниже, чем у нас на все потребительские товары. То есть, так как же жить тогда можно? И еще же получается, понимаешь, когда идет обесценение национальной валюты, мы с вами все становимся бедными, потому что действует закон стоимости в глобальном масштабе. И получается ситуация для народа просто как бы замкнутого цикла. Что надо, то есть, поэтому я думаю, что надо сейчас делать? Надо укрепить, конечно, гривню надо укреплять. Ну, вот, там один из экспертов, такой достаточно известный, он пишет, что это временное укрепление. Почему? Он говорит, что сейчас просто облигации внутреннего государственного займа скупает много нерезидентов. В том числе китайцы начали немножко скупать их, ну, еще всякие. Вот сейчас они продали опять облигации на больше, чем на 5 миллиардов гривен. То есть, надо, чтобы изменить ситуацию, надо разделить национальный банк и правительство. Они должны действовать, у них разные задачи. Национальный банк проводит монетарную политику, правительство проводит экономическую политику. Чтобы погасить вот этот, сегодня вот эту всю вакханалию финансово-экономическую, надо простые вещи сделать. И тогда не надо ни НАСК, ни НАБУ, ни эти САПы и прочее. И этот суд не нужен антикоррупционный. Тут есть же нормальные суды. Ну, зачем делать еще какие-то специализированные суды делать? Ну, это бред полный. То есть, надо, первое что сделать, не должно быть дефицита государственного бюджета. Ну, возьмите, вы же подписали ассоциацию с Европейским Союзом. Посмотрите, как там формируется госбюджет. Почему евро практически стабилен? Потому что страны, которые входят в шенгенскую зону и в зону евро, они стремятся к тому, чтобы, и у них, они закреплено это, что у них должен быть минимальный, а лучше, чтобы вообще не было дефицита госбюджета. Когда нет дефицита государственного бюджета, тогда не формируется пустой порожний пузырь. Обвалились же мировые биржи. Вот об этом тоже хотелось бы поговорить. Это же самое, это же колоссальное событие произошло. Это означает, что на мировом рынке огромное количество так называемых горячих денег, которые мечутся на рынке и не знают, куда им деться. То есть, люди, которые ими владеют, они не знают, куда вложить деньги, чтобы они приносили хоть какой-то доход. Понимаешь? И поэтому, когда произошел обвал, смотри, как бы было, на мой взгляд, несколько признаков. Во-первых, поменялась глава Федеральной резервной системы США. То есть, с этим тоже может быть? Конечно. То есть, будет новая какая-то монетарная политика по отношению к федеральным ценным бумагам и, соответственно, к доллару. Это первое. Второе. Был опубликован список так называемых российских друзей Путина. А это как сказано? Они же все деньги имеют. А деньги надо хавать. Они начали, видимо, доставать деньги. То есть, произошла какая-то перекоммутация, происходит финансовых потоков. А мы когда-то говорили, что речь идет минимум о двух триллионах долларов. Это, конечно, очень большая сумма. И, а поскольку мировой экономический финансовый кризис, он не прекращался с 2007 года, он просто проходит разные фазы по великому циклу Кондратьева. И до 2020 года во всем мире будет фаза падения. Это объективный процесс. Просто каждый падает с разной высоты. Украина падает, она находится так называемой энтропийной воронки. Поэтому мы, как говорится, Порошенко и Ройсман говорят, «Воре, мы уже достигли дна». А это не дно, а новый потолок нового этажа падения. Говорят, пробили потолок. Они начинают копать, думают, вот там сейчас есть золотые слитки лежат. Раз, а там опять дырку делают. И это получается не дно, а потолок следующей ямы. И уже летим в следующую, так сказать, воронку. И процесс не остановим. В Украине те, кто сегодня находятся, они не знают, как остановить процесс падения. И он будет продолжаться. Олег Игоревич, вот раз уж об этом заговорили, вы сейчас продолжите обязательно. Но я вчера читала одного из экономистов, который сказал, что к ноябрю он ожидает глобальный мировой кризис. Что вы об этом скажете? Да он не хочет ожидать, он идет. Ну то есть как-то резко мы почувствуем в Украине то, что происходит? Да мы уже почувствовали, вчера украинские биржи тоже обвалили. Уже некуда обваливаться, но все равно обвалились фондовые рынки. Плюс мы его чувствуем, Люда, потому что денег же... То есть сегодня вся страна работает на выплату долгов по государственному долгу. Не, ну просто совсем не хочется слушать, что будет еще хуже. Хочется слышать, что будет лучше. Ну вот, чтобы было лучше, надо делать правильные шаги. Вот смотри, что надо делать. Ну хотя бы, всегда это делалось. Ну возьмите дороги, построите. Вот Македония, да, 200 километров той Македонии. Она занимается сейчас только одним. Она строит дороги. Поэтому Македонию 200 километров скоро можно будет где-то за полтора часа проехать. Там пуске они достраивают. Сербия. Ну страна была в тяжелейшем положении, да? Они тоже сегодня начинают приходить в себя. То есть, ну Гройзман, ну понимаешь, правда их сколько не учи, это бесполезно. В том-то проблема есть. Надо учить тех, которые научиться могут. Ну что блюдца учить, да? Или если человек, ночной горшок, что ты его научишь, если он для другого служит? Но надо каких-то хоть умных найти. Понимаешь? Вот это мне сравнение, что Саакашвили начал говорить, что он 300 спартанцев найдет. Очень нехорошее сравнение. Потому что, во-первых, они все погибли. Во-вторых, у них... Ну да, как-то нехорошее сравнение. И во-вторых, у них среди них был один предатель, который их сдал. Понимаешь? Поэтому у тебя какая-то неправильная формулировка. Зато героические люди были. Вот. Героические погибли. Да, я думаю, а смотри, ему терять нечего. А как там в кавказской пленнице? Тот говорил, мне говорит, теперь или под венец, или к прокурору. Все как в Саакашвили. Поэтому я думаю, что он в воскресенье уже должен. Вот это ж когда? После встретения будет опять марш. Вот. А как там говорил этот наш, который типа там претендует на РЭМа. Создает эти шайки, так называемых штурмовиков. Но ему дальше надо дочитать, что с РЭМом Шекельгрубер сделал. Ну Шекельгрубер это ж кличка Гитлера, да? Они же все под кличками работали. Они же иначе не работают. Джугашвили, Сталин там, Ульянов-Бланк, Ленин там, Бронштейн, Троцкий и так далее. Они все клички. Это ж бандит обязательно должен кличку иметь. Вот. У Януковича тоже, кажется, погоняло было или какое? Или там другое? Я не знаю. Хам. Хам было, да? То есть, что получается? Что практически, как бы ситуация финансо-экономическая очень плохая. Она будет еще ухудшаться. Деньги надо каждый день возвращать по долгам. Цены, гривня, если сейчас, не дай бог, опять обесценится, значит цены на газ снова поднимутся. На все продукты снова поднимутся тогда цены, если будет девальвация автоматически. А мы не знаем, какая ситуация в Нацбанке, что там будет происходить. То есть, Смоли сегодня так себя ведет, а как он завтра поведет? А может, он по ночам моет туалет, и мы в Нацбанке. Мы же тоже не знаем, чем он еще занимается. Может, шьет на машинке. Вот кому деньги раздает? Он же тоже деньги какие-то раздает. Как Кубев раздавал деньги, когда был главой Нацбанка. Как это Валерия наша любимая раздавала деньги, а теперь в Украину даже. Говорит, мы ее не можем уволить, потому что она вне Украины отдыхает где-то на курортах. Только не могут понять, она отдыхает на курорте вместе с Луценко на Сейшелах, или на Мальдивах вместе с Порошенко. То есть, вот непонятно. И тогда, если Саакашвили некуда отступать, и он уже где-то сформировал такую хорошую, мощную колонну, то есть, я думаю, у него есть уже где-то так, если ему еще чуть-чуть поддержат его, ну, тысяч двадцать он может вывести. Двадцать тысяч – это уже хорошее, нормальное, это две дивизии, считай. То есть, спокойно можно уже занять, блокировать полностью кабинет министров по периметру. Мирным протестом. Так я же говорил, блокировать. Про мирным протестом. Я же не сказал, что войти внутрь. Да. Пока внутрь еще не будут заходить. Хотя пятая статья позволяет. То есть, если перекрыть полностью вот этот весь квартал, эти здания, и не дать Нацбанк, кабинет министров, Верховный Совет, ну, и президентскую администрацию, и не дать возможности утром и вечером заходить туда работникам, в течение недели вся страна будет парализована. И ультиматум, ну, не ультиматум, а предложение сделать мягкое Порошенко, что, Петр Алексеевич, вам надо поехать отдохнуть, полечиться. Как Кучма Лазаренко сказал, что, слышишь, Паша, тебе надо немножко полечиться, ты больной, говорит, заболел очень сильно. Тот поехал лечиться, а он его раз и кончил. И тот тоже сейчас хорошо живет, кстати, в Соединенных Штатах, английский выучил, американское юридическое право, сына родил, женился второй раз, все у него хорошо. Может, Порошенко тоже надо это сделать, вторую семью создаст. Олег Игоревич, ну что? Вот, тем более, что Марина хочет спортом заниматься, и уже не до этого. Вот, я себе думаю, что вот эта вся ситуация уже созрела. А кто на защиту Порошенко встанет? Ты встанешь? Нет, я тоже не встану. А кто? Ахметов встанет? Нет. Коломойский встанет? Нет. Ахметов встанет? Да ты что? Он спит и видит, чтобы тот уже место освободил. А Коломойский разве тоже не встанет? Коломойский уже давно ходит, кофе пьет и ждет. Вокруг Женевского озера ходит. Говорит, да когда же он уже сюда ко мне приедет, чтобы я его тоже кофем угостил? Он любит кофе ему угощать. Тегибко раньше тоже ему тапочки приносил, когда не справился с поставленной задачей, деньги пропали, сгорело же много денег, теперь отрабатывает. Тоже же член этот орден почетного легиона имеет. Как и табачник, да? Вот два ордена. Так смотри, что получается. То есть все условия созрели. Все олигархи от Порошенко отвернулись. Остались только клевретки, которые, ну как, они же такое дело, они пока хозяин при власти, так и они ему асану поют. Как только хозяин ослабнет, это же помнишь, вот это как Маугли, ну и сразу, как только раз, и они его сдадут. Вот, что уже старый, не долетел больше, не допрыгнул. То есть я так думаю, что на этой неделе все условия для этого созреют. Я думаю, что Порошенко, ну то есть смотри, Путин его уже видеть не может. Говорит, предатель, предал, обманул. То есть, как это, собаке собачья смерть, так у когибистов. Вот, а Трамп, Трамп, он тоже не нужен уже. Все, все, никто с ним не хочет встречаться. Даже Волкер не хочет с ним встречаться. Вот, с Тимошенко встречается, а с ним нет. Даже в Твиттере написал. Представляешь? То есть, Волкер написал про то, что он встречался с Тимошенко. То есть, значит, для Волкера это важно. Понимаешь? То есть, он же не написал, что встречался с Порошенко. Но с Порошенко надо справедливости ради сказать, что он тоже встречается, когда сюда приезжает. Нет, это выражение нравится. Справедливости ради. Нет, ну, вы же сказали, что не встречается. Я бы хочу сказать, что встречается. Ну, тогда главное, про что говорят и договариваются. То есть, я думаю, что сейчас созрели все условия, чтобы Порошенко ушел. Олег Игоревич, когда вы это говорите, я думаю, что вы основываетесь на тех, но я не хочу сказать, слухах, а скорее рассуждениях о том, которые появились недавно в интернете, очень активно обсуждались и гуляли там, что якобы весной Порошенко может уйти в отставку. Вот вы на это... Нет. То есть, вы сами это формулируете? Сколько уже лет знаешь. Ну, это правда. И я ни на каких рассуждениях и сплетнях никогда не основываюсь. Нет, нет, я думаю, может быть, на инсайдах. Нет, нет, ну, зачем? Это глупость. Это абсолютная глупость, потому что нельзя выстраивать прогнозы и сценарии на каких-то субъективных оценках. Мы же с вами начали с чего? С денег. Деньги решают в данном случае все. Ну, вера в Бога, это самое главное, конечно. Но большинство сейчас этим не живет. Мир погружен в коммерцию, в материальное удовольствие, но объективность, реальность у нас существует. Бог есть, его же никто не отменил, троица и так далее. Поэтому это то, что как бы дано. Но деньги – это то, что правит нынешним, это кровь мира нынешнего. И поэтому, где деньги твои, там и сердце твое. И вот на сегодняшний день без денег внешних кредиторов государство стационарного бандита, еще раз говорю, читайте классику, вот, жить не может. Вот самое главное, на чем я основываюсь. Понимаешь? То есть, я, мы, вот тебе как бы, сейчас мы обсуждаем, это называется наука, которую, к сожалению, сейчас никто уже не учит, политическая экономия. Политика – это концентрированное выражение экономики. Помним, кто сказал? Ульянов – бланк. Но он же был не дурак. Понимаешь, что же он натворил, до сих пор мы все расхлебываем. Но надо же дать ему тоже, Ленину, должное, что когда он понял, что, он же важную вещь понял, ведь коммунистическая революция, которую он проразгласил, то есть, переход от буржуазной к социалистической, потом типа коммунистической, она предполагала перейти к обществу без денег. Это очень важно. И в ходе практики, ну, конечно, кровавого террора страшного, когда погибло огромное количество людей, и Ульянов приказал убивать, убивать, убивать за каждого нашего 10 этих капиталистов, дворян и так далее, то есть, он убийца, конкретный убийца. И поэтому, когда Путин сравнивает его типа там с какими-то мощами, то он просто кощунствует, потому что этот мавзолей надо просто спалить, напалмом облить, обложить такими хорошими дубовыми дробами и нахер спалить его, вместе с этой мумией, которая там лежит. Это жутко, это антихрист там лежит. Поэтому, ну, что важно, что сказал тот же Ленин, потому что он очень был экономически мощнейший, мощнейший мозг у него был, хотя мозг больной был, но все равно. То есть, он понял через красный кромавый террор массовый, что без денег экономика работать не будет. Вы сейчас о НЭПе говорите? Да. И он вернул модель, отказавшись от этих всех социалистических лозунгов, он вернул модель в рыночную капиталистическую алгоритм. Вот что он сделал. И поэтому я сейчас тоже говорю, что те, которые сегодня привладивают, это банда, государство стационарного бандита. Но я еще раз говорю, ну, читайте классику, ну, в конце концов. Мансура Уолсона, ну, еще есть много людей, которые про это писали. Получается следующая вещь, что без внешних вливаний государство стационарного бандита функционировать не может. И главный стационарный бандит Порошенко со своим кланом, он тоже обречен на погибель. И то, что начали крысы сбежать с корабля, и вышло несколько дней назад уже официально, да, двое еще депутатов с его фракцией БПП, это четкое обозначение поражения режима. Вот о чем мы говорим. Нету 226. Это уже только 217. 217 депутатов. То есть нами правит антиконституционная клика. Гройсман незаконен. То есть все формальные атрибуты сегодня что, Люда, нарушены. То есть от нас требуют жить по ими написанными так называемыми законами. А это не законы, а бандитские уложения. Это бандитские фактически параграфы и нормативные акты. А сами они постоянно, каждый день нарушают конституцию. То есть они живут для себя, как они хотят. А нас заставляют жить в рамках концлагеря и тюрьмы. Вот это несоответствие должно чем-то закончиться. То есть деньги обесцениваются. Человек заработал деньги. Что значит заработать деньги? Деньги – это часть человеческой жизни. Вот человек потратил часть своей жизни, трансформировал ее в деньги, которые он хочет потратить, для того, чтобы восстановить потраченные силы. Свои или своей семьи. А ему говорят, это фигня, что ты заработал. Потому что сегодня мы их взяли и обесценили. И ты на заработу… Он планировал, что на эти заработанные деньги он купит такие-то товары для себя. Он отправит ребенка своего учиться. Или еще там. Или пойдет отдохнет. Или поедет. А раз, а это уже бумажки. А жизнь же уже не вернешь, которую он потратил. И сегодня, получается, люди думают, да нафига я буду работать? Лучше я буду тоже отдыхать. Потому что все, что я не заработаю, завтра эти мерзавцы при власти обесценят. И сегодня очень классно быть бомжом. Просто вести такой свободный, знаешь, как это, образ жизни свободного художника. Ни хрена не делать. А раз ты ни хрена не делаешь, то тогда ты ничего и не приносишь. То есть, если ты сегодня не работаешь, то ты ничего, что люда, и не платишь. Ты налогов тогда не платишь. А субсидии получаешь. Еще и субсидии будешь получать. То есть, ребята, что надо делать? Надо делать так, чтобы каждый, кто умеет создавать прибавочную стоимость, чтобы создать ему условия, чтобы он ее нарастил. Потому что это самые золотые люди. А у нас сегодня в стране сделано, чтобы человек, который имеет талант, не мог работать. Чтобы развивались те, которые ничего не делают. Что такое? Я не хочу обидеть людей, которые в НАБУ или в других органах работают. Они, может, идеалисты, революционеры. Это же тоже было. Много революционеров было. Их потом всех под гильотину отправили. Всех, кто ЧК создавал, они же потом все погибли. Вот НАБУ, НАСК, САП, это же наша ЧК. Антикоррационный суд, вот эту трубу сейчас создали, там типа ФБР говорят. Это все, они мальчикам надо историю читать. Они все должны погибнуть. Не, ну не надо, Олег Игоревич. Как не надо? Это объективная реальность будет. Все, кто создает, чем Дзержинский кончил, почему никто не пишет? Он умер прямо выступая на одном из заседаний в СНХ, там их комиссаров или чего-то. У него горлом кровь пошла. И он умер. То есть всех его заместителей расстреляли, убили. Поэтому вот Сытник, Холодничник, Коряк. Ну, Олег Игоревич, я вас прошу просто. Они должны просто... Ну, надо читать, Людочка. Надо читать, давайте на этой фразе. Надо классиков читать. Надо кто чем начал, кто чем кончил. А каждый думает, что он осведомителем будет работать и будет стучать, да, стук идет быстрее звука. То ему здоровья прибавится. Да, ребята, не прибавится. Все, кто работал в ГПУ, в КГБ, в НКВД. Все сдохли, как эти самые... эти... вшивые псы. Все сдохли. Поэтому нельзя создавать репрессивные органы. В системе хаоса, в которой мы сейчас живем, в системе так называемых ядер Тути, модель централистской вертикальной иерархии не работает. Поэтому режим Путина обречен. Вот Путин делает колоссальную ошибку, что идет на новый термин. Вот смотри, то, что я говорил, помнишь в прогнозе, тут елочка стояла белая, да, посидела она? Помнишь? Помнишь? Так что, уже сбывается. Смотри, Меркель изнасиловал бедного этого Шульца, и тот отказался от партии. Все, говорит, ухожу, буду министром иностранных дел. Но они еще пусть партийный референдум проведут. А какие политики все-таки, правда, умеют ставить задачи и их все-таки выполнять? Ну, мы не знаем. Это о Меркель. Что они там... Меркель. А может, это она хуже сделала? Может, она плохо кончит? Может, не надо ломать через колено? Но если он не впихивается, зачем его впихивать? Прекрасным будет министром иностранных дел. Дай бог. Поживем, увидим. Смотри, в Польше, видишь, что начала? Польшу уж вот трясет. С этим законом совершенно ненормальным. Про то, чтобы осудить украинский национализм. А куда дед вот этот памятник во Львове Бендера и проспекты все? Бендера же, он же Нюрнбергским трибуналом не был осужден и движения не было. Он же сидел в концлагере. Его кто убил? Его убило НКВД потом. Кто братьев убил в концлагере? Гитлер убил. Их же водой облили, заморозили и убили. То есть, Бендера при чем здесь? Бендера не виноват. Он жертва. Он просто боролся за, как он понимал в то время, за Украину. А операцию Вислу, ребята, надо же тоже как-то теперь описать. Что 136 тысяч украинцев в одну ночь погрузили в вагоны коммунистическое правительство Польши. И вывезла на так называемые западные немецкие земли, которые Польши передал Сталин. То есть, надо про это тоже говорить. А еще там сотни тысяч украинцев, которые были Сталину отданы с этой вазосяния. Про них, которых их убили в этих лагерях тут коммунисты, кагибисты, московские. Тоже надо говорить. Это не геноцид. Это геноцид. То есть, вот тебе второй уже прогноз сбывается. Третье мы говорили, что проблемы еще начнутся, так сказать, у Франции и так далее. Видишь, фактически Армагеддон, экология, этот идет, как это, скажем так, гидрометеорологический, да? То затопит, то в Венеции уже все каналы пустые, то Францию затопило, то Германию, то США, то это. То есть, происходит, и это же не то, что там Соскин что-то придумывает. Вернадского читать надо. Он же говорил, когда очень усилится ноосфера, ее объем, то этот объем мыслительной энергии начнет очень сильно влиять на всю энергетическую систему Земли и биосферу. И мы это видим, потому что система интернета, она практически полностью, как бы, человек из человеческого общества начала сливаться вместе со всем информационно-энергетическим полем Земли. И поэтому эта вся мощь, она как бы сегодня аж трусит всю Землю. И вот поэтому каждый лидер диктаторского типа, который усиливает свои потуги, он своими усилиями начинает, как бы, растрясти всю планету. Помнишь, как в этом анекдоте? Говорит один, говорит, я, говорит, могу любого существа живое заставить, чтобы я ему буду мысль внушать, и оно будет делать. Он говорит, ну это обезьяна, он ей внушает, залезь на пальму и сорви банан. Обезьяна залезла, раз, она говорит, ну хорошо, а вот студента можешь там, или какого-то, бюрократа, да? Он говорит, ну что там? Раз, внушает ему, внушает. А он говорит, хули лезть, говорит, трусить надо. И вот это трусят, там Ким Чен Индр трусит, там Путин трусит, тут Порошенко с Аваковым или еще кем-то трусит. И вот они трусят, 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 а земля бедная не выдерживает. Понимаешь? И тогда получается парадокс, как еще один гипнотизер. Говорит, вот я этому мужику сейчас на балконе скажу, чтобы он выбросил телевизор. Понимаешь? В тот раз холодильник выбросил, потом выбросил тарелки, все. А потом он говорит, слышь, мудак, ну нет у меня телевизора. Ну нет у меня, так и здесь, у нас в стране уже все кончилось. Но нет уже терпения. Нет у людей терпения. Смотри, поэтому вот у Саакашвили 10, 15, 20 тысяч есть. У людей, которых уже нет ни телевизора, ни холодильника, ничего уже нет. Им терять что? Нечего, кроме собственных цепей и долгов, которых на них навесили. Сейчас же все время долги у человека появляются. За коммуналку, за газ, за квартиру, за воду. Еще придурки сделали налог на недвижимость, военный налог. То есть на все налоги. За все плати, плати, плати. И теперь этот пацаненок, которого поставили в Укрзалезните, говорит, мы сейчас увеличим вдвое цены или сколько там на билеты. А чтобы в Словакию доехать, надо ехать поездом сегодня 23 часа. В эпоху мировых интернета, технологий, надо ехать поездом, которому уже лет 70, по вот этим железной дороге, да, в Словакию. То есть это где-то порядка получается до границы 750, и там еще пусть 150, это 900 километров меньше даже, да, до Кошица. Надо ехать 23 часа. Да это же бред. Гройсман, да пойди же, возьми этого Зубко, который деньги немцев, так сказать, вместе со своими заместителями тратит там, да? Надо же, это же про Зубко почему-то никто не говорит. Надо его немножко потрусить было. А то он все там, децентрализация, сколько денег сожрали, сколько кредитов, кто их отдавать будет? Зубко будет отдавать? Так сбежи так же, как эти все предыдущие. Слышишь, Зубко, вместе с Амельяном, а ну поедьте туда на Украино-Словацкую границу. Вы, козлы безрогие, пойдите сделайте нормальные переходы. Вы что-то сделать не умеете? Возьмите этого сукар-залезницы бородатого, который получает сотни тысяч гривен. Ну, станьте там, что-то сделайте нормальное для людей. Там же вообще-то, это же все равно, это Африка, там Руанда и Зимбабве отдыхают на этой Украино-Словацкой границе. И они нам все время мозги парят. Они ничего не умеют, никто делать. Они умеют только тырить деньги. Тырят, тырят и тырят и тырят. Поэтому, ну, надо их убирать. Раз у него не туда руки стоят у всех, пошли вон. Мы же вас наняли для того, чтобы вы реализовывали наши интересы. Вы наемные просто менеджеры. И больше ничего. Больше ничего. Поэтому, надо, чтобы народ прекратил вести себя, как бараны, как овцы. Народ должен бороться за свои права. Каждый должен бороться за свои права. Каждый должен отвечать за свои поступки. Если он живет за наши деньги, они все, суки, живут за наши деньги. Мы платим деньги, чтобы они размножались. Они же размножаются, как быстро. А где дети Порошенко? Всех вывез на Туманный Альбион. Куда Гройсман детей вывез? На Туманный Альбион. Как здесь воруют и тырят в тумбочках, туда детей своих вывозят. То есть, надо прекратить эту вакханалию. Это мародерство называется. Это мародерство. Поэтому, я думаю, первая задача убрать клиптоманов. Потому что, вот мы начали с экономики. Экономика уже больше не выдерживает. Она просто рушится. Если сейчас произойдет опять обвал цен. Можете себе представить, если сейчас поднимутся цены на газ? Не, но подождите. Если Международный валютный фонд сказал, что даст деньги. Только в случае, если мы поднимем цену на газ, и мы с этим согласились. Да и мы не соглашались. Это Порошенко где-то там, в кулуарах, слагард, пообещал ей, обетянка-тецянка, дурню радость, что поднимут цену на газ. И сделают антиконституционный суд. Но мы же все равно должны какие-то условия выполнить. Да не мы. В Венгрии у тебя нету динаров этих фориндов, ты расплачиваешься евро. В Сербии у тебя нет динаров из сербских, ты расплачиваешься евро. Нет проблем. Но нет проблем. То есть разрешите хождение свободно конвертируемой валюты. Разрешите хождение свободное биткоина. Разрешите. Разрешите. Пусть деньги начнут выполнять свои функции. Пусть они станут подушкой под гривней. Прекратите печатать гривню. Прекратите покупать ОВДП гривней. Приватизируйте, продайте западным банкам государственные банки немедленно. Уберите дефицит государственного бюджета. Сократите этих всех карательно-полицейские органы. Нацгвардию отправить на войну, пусть вернут украинскую территорию. Всех вместе с Аваковым, с этими всеми. Нацполицию отправить в Луганскую, пусть Алчевска освобождают. То есть чего они тут все сидят? То есть те, кто не работают, те, кто не создают добавленной стоимости, должны быть на фронте. Хочешь быть осведомителем НАСК, НАБУ? Иди агентам на вражеские территории. Иди, создайте группу специальную диверсантов. Пусть нейтрализуют Захарченко, как этого Гиви, Моторолу и всех остальных. В чем проблема? То есть начните, каждый должен заниматься своим прямым делом. Давайте вы, молодец этот Ветрович. Он говорит, видишь, он начал тоже говорить, верните нам исторические наши территории. То есть создайте хорошие диверсионные группы. И вперед на Брянщину, вперед на Кубань, вперед на Воронеж. Ребята, в чем проблема? Смотри, какая вещь произошла. Один из этих волонтеров наших известных. Произошло это, сбили этот ракет. Сбили этот суд. Ведь это очень серьезное событие произошло. Что показали Путину? Путину показали, что есть такие переносные ракетные комплексы, которые, товарищ Путин, легко сбивают твои самолеты. И если эти переносные комплексы в достаточном количестве передать Украине, то самолеты будут сбиваться в большом количестве. И у Путина этих героев не хватит, звезд не будет успевать эти ордена печатать, это штамповать, чтобы выдавать тем, кто погибнет на этих самолетах. Вот что ему показали. То есть, дживелины уже придут, а к ним могут передать такие ПЗРК. Что произошло потом? Смотри, ну выступил этот наш волонтер. Эмоционально его можно понять. Который как бы, ну так, понимаешь, он как бы над этой смертью немножко, как бы типа, сказал, ну вот, получил то, что тот получил. Что произошло на следующий день буквально? Он попал в смертельную, так называемую, дорожную аварию. В него врезалось, он ехал в Днепре, в него врезался автомобиль, и он погиб. Вы сейчас о Леониде говорите, что ли, в Краснопольском? Да. Люда, а можно же по-другому посмотреть на вопрос. Может, его убили специально ФСБшные агенты, чтобы показать, чтобы другим не повадно было. Можно же и так это рассмотреть вопрос. Кто сидел? Почему вообще замолчали? Кто сидел за рулем? Что это было за машина? Откуда это так случилось? И вообще, вообще, то есть можно же выстроить ряд? Ну, наверное, будут же следствия проводить, я уверена. А почему нигде не пишут про это? Ведь это же... Рано еще. Рано, а потом будет поздно. То есть, а если предположить, что его убил агент ФСБ, то надо сказать, что Днепропетровск, значит, имеет мощнейший, там есть штаб-квартира промосковской агентуры, которая себе уже позволяет проводить террористические акты против украинских активистов. Их запугивать. Можно же и такую версию высказать. Как-то с каждой минутой все страшнее и страшнее, Олег Игоревич. А что случилось с Кадынюком? Бежал, пробежка была, и вдруг у него сердце остановилось. Ну, с любым таком. Да ты что? Ну, конечно. А чего с Порошенко не случилось? Олег Игоревич. Вот Марина, например, бегает, у нее все хорошо. А Кадынюк вдруг? Он же молодой. Ну, у всех же другая ситуация. Что мне вам объяснять про СКОНИЧ? Нет, я не понимаю. А ведь Кадынюк рассматривался некоторыми кругами, как потенциальный кандидат в президенты Украины. Ну, Олег Игоревич. Ну, что, Олег Игоревич? Так же, как Миша Сирота в свое время. И как только стали говорить, что Сирота может стать президентом, как один из тех отцов Конституции, в него сразу автомобиль врезался. Так же, как Вермака врезался в свое время. Так же, как Черновол, который преодолел раскол и ехал уже заявить в Киеве об этом. Вдруг развернулся зерновоз, в который он врезался. Понимаешь, как быстро исчезают люди, почему-то, которые могут выполнить определенную миссию. То есть, дерьмо всякое пламывает по поверхности, никак в ополонке не может к берегу пристать. Вот. А как только нормальный человек раз пропал, раз пропал, раз то упал, то с этажа прыгнул, то там еще что-то с ним случилось. Случайности не было. Что такое случайность? Энгельс говорил, что случайность – это непознанная закономерность. Помнишь, сдавал один студент по логике экзамен. Говорит, а тот думает, ну что, с пятерку надо ему ставить, преподаватель. Ну, думает, сейчас я ему, типа, завалю. Говорит, а вот скажите мне, если, говорит, вы прыгнули с Эйфелия башни и остались живы, ну, там еще же воды не было, как сейчас ее затопило, да? Он говорит, ну, это случайность. А второй раз вы прыгнули опять живы. Он говорит, ну, это уже совпадение. А третий раз? Он говорит, да, наверное, это уже закономерность. Ну, а четвертый прыгнули. Он говорит, ну, это уже привычка. Понимаешь? То есть, фактически, как бы, вот если так посмотреть с этой точки зрения на происходящее событие, то они вызывают какую-то, как бы, понимаешь, недосказанность, незавершенность, что их не до конца сейчас можно... То есть, вот эта составляющая хаоса все время усиливается. Ну, и Олег Игоревич, и тогда вот в конце нашего с вами разговора традиционный прогноз на сколько? В ближайших пару месяцев, тройку. Насколько, как вы думаете? Ну, давай на месяц. На месяц. На месяц. Вот февраль, да? То есть, смотри, цикл активности, вот этот зимний, скажем так, зимний-весенний, с заходом в лето, он уже начался. То есть, праздники прошли. Вот, 18-го, если не ошибаюсь, встретение. Вот. И начинается уже пасхальный пост. Вот. И должно до этого периода что-то произойти. Вот сейчас. Вот. Оно должно или сейчас произойти, или тогда уже с худшими для Порошенко последствиями. Это 8-го апреля будет Пасха, это уже после 8-го апреля. То есть, или сейчас. То есть, сейчас он может написать заявление и уйти по-хорошему. Если он этого не сделает, тогда ему надо изучать конец жизни Чаушеску, Каддафи, Хусейна. Вот. Вот это просто надо взять. Обвинят вас в призывах. Меня не надо ни в чем. Наоборот, они бы мне должны денег дать за то, что я их предупреждаю. Понимаешь, говорят, упрежден, спасен, убежать успеет. По-хорошему. Вот смотри, предположим. Даем прогноз на ближайшие две недели. Да? Предположим. Ну, то есть, грузину терять нечего. Все уже. Ему или так, или этак. То есть, он уже сформировал хорошую вот эту группу людей. Камикадзе. Они готовы нанести удар по Перхобору. Вот. То есть, они готовы перекрыть эти здания. Вот они это делают. Например, в воскресенье, в субботу, они это делают. Перекрыли. Начинается паралич власти. Правильно? Все. Кто придет Порошенко на помощь? Он скажет, Аваков, примени силу. Аваков скажет, ты что? Лучше я в Италию поеду. Раз, и уедет в Италию. Он уже там был, у него все хорошо, он любит туда ездить. Вот. Нет Авакова. Кто силу применит? Кровь. Кто кровь прольет? Кто прольет кровь? Вот. Такого не найдется сейчас человека. Кто с олигархов поддержит Порошенко? Никто не поддержит. Он уже всех достал. После этого перекрыто. Начинается паралич всего. Верховный Совет. У нас же парламентская, президентская республика. Они наоборот. Большинства в парламенте нет. В Верховном Совете, фракции начинают говорить, что все. Ваша песенка спета. Вы, пожалуйста. И за борт ее бросает в набежавшую волну. Понимаешь, все. Волна поднимается. Что будем делать? Что будем делать? Надо этот балласт сбрасывать. Боливар, говорит, двоих не выдержит. Шар идет, падает. Говорит, знаешь, вот это воздушно в шаре. Всегда надо балласт сбрасывать. Иначе всех грохнемся. Но кого надо? Надо тогда кого-то найти. Кого нашли? Говорит, Петя, ты тяжелый. Олег Григорьевич, ну это как-то... Тогда он должен принять для себя решение. Правильно? Вот. Смотри. Вы правда верите, что такое может быть, Олег Григорьевич? Я не верю. Я рассуждаю. У меня нет такого. Веришь, не веришь. К сердцу прижмешь. Пошлешь. Нету. Это дурака играет. Веришь, не веришь. Веришь, не веришь. А тут у нас нет. Мы с тобой выстраиваем сценарии прогнозы. Я же не говорю, что он сбудется сегодня. Но я говорю, что уже поздно Фима пить боржоми, когда почки отвалились. То есть уже как бы все сложилось, да? То есть смотри, луна взошла, трамвай пошел, вышла эта подружка, да? Аннушка разлила масло, это мы все помним, конечно. Так уже все. Ну и тут же еще бал. И его ждет Маргарита, переодетый Фирташ. На Венском бале. С чего началось, туда и вернулись. То есть, помнишь, Фирташ говорил, приезжали тут ко мне, руки выкручивали. Олег Игоревич. То есть символизм полный. Я не виноват. Олег Игоревич, спасибо вам огромное. Нет, подожди, что спасибо, еще два слова скажу. Ты хочешь, чтобы аннушки закончили? Нет, нет, ну просто так хорошо так получилось. Побулгакал как-то. Я думаю, что, значит, я думаю, что за Порошенко пришел уже товарищ Воланд. Поэтому ему надо лучше сейчас заявление написать и спокойно уйти. Спокойно уйти и не портить воздух. Если он этого не сделает, то после 8 апреля будут покрашены яйца. Спасибо, что были сегодня с нами в прямом эфире. Как всегда, искрометно обо всем, о политической и экономической жизни, Олег Игоревич Соскин у нас в прямом эфире. За что ему спасибо огромное. Спасибо большое.